Здравствуйте, друзья! С вами снова Андрей Вельгерс, компания «Окно в Лондон». У нас сегодня понедельник, 6 часов вечера, 18 апреля. В Лондоне никак не начнётся весна, дни вроде бы становятся длиннее, но не теплее. Если где-то идёт глобальное потепление, то у нас оно не чувствуется. Наш марафон с Олежкой продолжается. Занимались мы с ним вчера математикой, в субботу занимались математикой. Сегодня мы поговорим о том, как прошёл его день и будем заниматься бизнесом. То есть план у меня такой, чтобы мы... Вот и Олежка. Да, Олежка, одну минутку тебе набираю. Как видите, прям не терпится ему. Он сам звонит мне, звонил мне уже в 6 часов, не хотите ли бы позаниматься. Вот уже прям настаивает, что он готов, поэтому долго вдаваться в рассуждение не буду. Звоним ему и дальше по ходу разберёмся. Привет! Настя. Как дела? Хорошо. Хорошо? Как день прошёл? Тоже хорошо. Тоже хорошо. А чем хорошо? У тебя... Постоянный урок кавер был. Последний что был? Кавер. Урок кавер, то есть у меня был преподаватель, да? Да. Это любимое время любого ученика в любой стране, в любой школе, как бы это странно ни казалось. Так, и какой именно был урок у тебя кавер? Ну, математика. Математика? А что ты приехал хорошего? Нет, я постепер сидел делал, я повернее дело сидел. Ну, я надеюсь, но ты видел по вчерашним дням, по вчерашним, позавчерашнему, не очень было всё прекрасно. То есть, смотрел YouTube, что я тебе выставил? Угу. Олег, Олег, я не могу тебя заставить, но я тебя прошу. Да. Пока ты сам не начнёшь делать, искать эти разделы, которые ты не мог сделать, ничего не получится. Сам ищи в YouTube. Сейчас очень просто учиться. Тебе не нужно ни в библиотеку, ни в никуда. Заходишь в YouTube, там он очень-очень, он предельно, вот то, что я тебе скинул в канал. Ладно, давайте начнём, потому что у нас 45 минут только есть. Ой, ничего себе какой-то нетерпелевый. Ну-ну. Короче, ты понял, что я тебе сказал? Да-да. Олег, давай так, чтобы ты до следующего нашего занятия ты разобрался с тем, что я тебя просил. Угу. Считал? Да. В прошлый раз мы остановились с тобой на факторах размещения, правильно? Давай мне, назови мне factors affecting the location decision. Факторы, которые влияют на размещение. Факторы, которые ты учитывать будешь при выборе места для своего бизнеса, размещения. Factors of production. Это? У этого материалы добыча их. Дальше. Потом идёт cost of factors, это их цена. Потом идёт work, рабочих нужно вынимать, когда... Как я тебе говорил, как формулировать, каким словом мы формулируем? Workship requirement. Как? Workship requirement. Workship. Вот видишь, ты пытаешься запомнить слово... Workforce. Вот, ты пытаешься запомнить слово, которое тебе... А какое слово мы используем всегда, когда говорим о рабочей... О рабочей силе? Я workforce говорю. Ты в прошлый раз этого слова не помнил. Какое слово всегда первое приходит на ум? Le? Ну какое ещё фактор? Слово какое? Lay? Лейбер. Лейбер. Ну то есть не force labor, а лейбер более, по-моему, запоминающийся. Дальше, какие ещё факторы? Потом идёт транспорт, как будут доставлять тебе всё его материал. Transport and what? Ну не просто транспорт. Ну, Олег, ну если ты построишь в пустыне, чтобы тебе автобус, машина не приедет. Transport and... Location. Близко, но нет, ко... Cooperation. Ну что нужно, чтобы транспорт ехал? Колёса. Олег. Бензин. Communication. Infrastructure. Да, да, да. Понимаешь, транспорт сам по себе, ты построишь в лесу свою фабрику, тебе вертолётом привезут грузовики, но ты не вылезай, не вылезай оттуда. Даже если забудешь слово транспорт, из твоего слова communication, инфраструкция, это важнее, потому что это включает транспорт, входит в communication. А сам по себе транспорт без communication ничего не стоит. И потом competition идёт. А ещё какой факт? Ты забыл... Я только пять факторов сказал. Ты забыл страничку перевернуть, какой ещё факт? Надо её переворачивать, вспомни. Важный очень факт. Что ещё повлияет на твоё размещение? Мы об этом много раз говорили. Это один из самых важных факторов. Думай, смотри. Вот ты решил ставить завод, да? Ты выбираешь регион. Ты смотришь, есть там люди, есть там ресурсы. А, вы о понятии хотите сказать, что регион, а полиция, зачем следить? Не полиция, а политика. Рижион и полисы, которые... Не только рижион, не только рижион. Ты можешь в страну входить. То есть мы говорим о чём? Какой фактор? Так мы его называли в прошлый раз, общим словом, по... Полисе. Ну не полисе, политикал, политический фактор. Полисе это одно из, один из документов политики, государства, правительства. То есть ты знаешь, но как бы, ну не до конца. Я вижу, что ты так что-то прочитал быстренько, перед началом. Молодец. Молодец, я знаю. Ну, Олеж, ну знаешь, ну видишь, вот сейчас мы в таких мелочах, и ты не ответил. То есть сейчас мы на этом этапе, мы сейчас с тобой именно вот во словах, как ты услышишь в тетрадь, в экзаменационный лист. Поехали. Как государство влияет на бизнес и бизнес-объектив? Какие цели государству? Помнишь, мы с тобой говорили? Цели, чтобы было всё хорошо. О, молодец. То есть, чтобы людям жилось счастливо. Ну, это в идеальном мире. Может, не во всех странах, но будем надеяться, что в большинстве. И каким образом государство это добивается? Оно строит их дома, дороги. Вот. И где оно берёт за это деньги? С такси, в котором платят. С такси, правильно. И одна из главных проблем, с которой государство должно решить, то есть, что человеку нужно за счастье? Хотя бы работаться. Что человеку, правильно. Что человеку нужно за счастье? Деньги. Деньги, молодец. Что бы кто ни говорил. Если нет денег, человек всё равно не будет в конце счастлив. А что бы у человека были деньги, где он их возьмёт? Он будет работать. Работать. К государству нужно что обеспечить? Что ей работать? Молодец такой. И что бы осталось для этого делать, чтобы в конкретном регионе побороть, то есть, истребить... Ну, оно начинает приманивать бизнесы в этот регион. Каким образом? Они предлагают грант. Грант. Безвозвратный кредит. Они снижают цены, они предоставляют... Стоп, 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 стоп. Снижают цены на что? На кредиты. Они снижают, так, на таксы. На кредиты. Налоги, правильно. И что ещё? Ну, аренду платят меньше, чем будут они. Аренду. И что ещё государство делает для того, чтобы побороть не... Она строит спецшколы специальные для... Ну, вот ты постоянно говоришь, что государство не строит спецшколы. Государство что даёт людям? Занятия, уроки такие. Уроки, да. То есть, не надо строить спецшколы, потому что научить человека. Да, я просто не знаю, что он... Ну, вот, да. Государство обеспечит людей... Обучает. Обучает людям, людей тем профессиям, которые необходимы для... Которые необходимы в этом регионе. Ну, да, да. Нам нужны электрики, а не водоретрифлот. Да, молодец. Так, какие циклы у нашего... У бизнеса, у экономики? Экономика. Экономика имеет циклический характер, да? То есть, она вот... К сожалению, не бывает так, чтобы... Ничего не менялось. Так, всего четыре. Хорошо. Бум. Ресешн. Слаб. И кровоуф. Ну, как он называется? Рекавери. Рекавери. А бум, когда начинает считаться ресешном? Ресешн начинается, когда... Два месяца из шести... То квотерс оф секс маунт сис. То секс маунт сис. То секс маунт сис. Ну, когда говорит квотер? Квотер, это как по-русски? Это что такое? На четвертое. Четвертое чего? Года. Года, правильно. То есть, две четверти года. То есть, ты... То есть, две четверти года очень плохо. Профлазе логично. Думай. Месяц с четвертями не меряется. Так. Инфляция наша любимая с тобой в это определение. Когда повышение за продукт повышается. Цена за продукт повышается. Хорошо. Цена за продукт повышается. А с другой стороны, с точки зрения, что можешь сказать? Что дальше? То есть, у нас зароматериалы понижаются. Не-не-не, ты пошел вглубь этого направления. Инфляция, ну помнишь, мы с тобой разбирали. Можно смотреть, выросла цена на продукт. А с другой стороны, это что такое? Зарплата. Нет. Цена на продукт выросла. Либо, если, допустим, на продукт цена ничего не случилось. Что с точки зрения денег? Какой инфляции? Деньги стали стоить больше. Меньше. Меньше. Думай. Обесценивали. Обесценивать. То есть, за ту же купюру можно что сделать? Можно купить немного меньше. Меньше. Правильно. То есть, вроде бы, как бы, с продуктами ничего не случилось. Но с этой денежкой ты пришел, и ты за нее. То есть, получается, что за ту же самую сумму денег человек, семья может купить меньше. Есть такое понятие в экономике потребительская корзина. То есть, она определяется, что для существования семье необходим конкретный набор продуктов. Там, допустим, буханка хлеба, молоко. Я сейчас не помню. Там, по-моему, они по-разному идут. Но когда до этого доучим с тобой в следующем году, будем в следующих темах разберем. Или, может, уже на высшем уровне. То есть, есть определенная корзина потребительская, которая продукт, набор продуктов, которые необходимы человеку существовать. И вот она является фактором измерения инфляции. То есть, эта корзина стала дороже, меньше, зато денег. Ты понял, да? Да. Какие два вида инфляции у нас? Demand Pool и Cost Push Inflation. Молодец какой. Оно объясни мне разницу. Demand Pool это когда то, из чего состоит продукт, оно понижается? Думай. Demand Pool. А, Pool наоборот. Само слово Pool, оно извне. Когда платится повышается, цена за продукт. В результате чего? Олеж, инфляция, это, говоришь, инфляция подразумевает рост цен на продукт. Только почему она выросла? И там, и там цена растет. Потому что зарплату... Demand Pool, думай. Demand Pool. Demand, что такое Demand? Спрос. Спрос, Pool. На себя, когда открывать дверь. Тянуть. Правильно, тянуть, Pool. Большой спрос. Правильно, Demand тянет цену вверх. Каким образом Demand тянет цену вверх? А, много люди покупают. Выкупают, ты решаешь поднимать цену. Молодец. Ты думаешь логично. Просто переведи тебе название, и ты уже поймешь. А Cost Push? Это когда ты... Cost, что делает? Cost Push, это что значит? Толкать себе. Толкать. Cost, это что? Цена. Цена чего? Продукта. Ну, цена это... Цена... Про материаловый. Цена производства продукта. Правильно? Производство. То есть у нас цена производства продукта толкает. То есть не тянет, а толкает. Каким образом она толкает? Что это значит? Ну, она конечно повышается цена. Ну, то есть цена сама начинает толкать цену чего? Цена производства, цену толкать цену чего? Цена продукта. Правильно. Ты слышишь? Пул! Это где-то извне. А, ну тогда... Демантпул тянет. Демантпул это когда просто большой спрос, либо это покупают, ни какой-то проблемы нету, из чего сделана материал. А костпуса это когда ты не хочешь, ты можешь даже не хочешь поднять, но тебе придется поднимать, потому что из чего сделано, поднимаются. Либо из чего сделано, либо из чего что еще может вырасти. Что у нас в кост входит, помнишь? Что ещё? Зарплаты вырасти могут выше. Почему? Потому что люди пришли в кого? Покупать. Знаешь, зарплата выросла почему? Потому что люди требуют больше зарплаты. Да, потому что работы больше зарплаты должны прийти. Ну и, конечно, человек теоретически, здоровый человек, всегда требует больше зарплаты. Но, когда люди особо реги Atlas требуют повышения зарплаты? Ну когда что? когда люди требуют зарплаты повышения логично думай когда ты будешь требовать дать больше денег когда что когда налоги повышается ну когда что когда люди что ним когда что им нужно когда им не хватает вот видишь можно с тобой говоришь на замкнутый круг то есть люди начинают требовать и сначала начинает расти цена на продукты до даже инфляция люди люди не могут себе позволить купить они приходят слушай повышай ты повышаешь и тем самым повышается тебе приходится зарплата на свои продукты то есть таким образом вот откуда берется вот это вот инфляция которая заражает как тут как вирус заражает инфляция может как и вирус который начался маленькой точки то есть чего-то одного допустим выросла цена на электроэнергию да цена электроэнергию включена стоимость его продукта ты должен поднять стоимость его продукта люди которые покупают твой продукт приходят своему реподателю и говорят слушай там цена выросла на эти продукты которые мы покупаем дай больше зарплату да потому что мы не можем себе уже позволить а допустим там производишь продукты питания им работатель поднимает зарплату свою очередь он поднимает стоимость своего товара который людям производит правильно фото третий кто покупает этот продукт идет своему работодателю просит поднять зарплату и таким образом с того что поднялась стоимость электроэнергии поднимается стоимость всего понимаешь и потом начинается инфляция которую уже нужно устанавливать специальными методами мы поэтому поговорим дальше то есть и когда уже начинает инфляция идти полным полным ходом да а когда помнишь мы с тобой говорили когда когда инфляция начинается с хорошего то есть когда demand pool каким образом инфляция превращается какие инфляции не крути она может быть хорошим фактором но ненадолго можно с тобой говорить но по дуку давай размышляем вот demand pool то же самое то есть вроде бы все хорошо да пришли к тебе люди покупают больше 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 ты на радостях поднимаешь стоимость его продукта правильно то есть они все хорошо это влияет еще на зарплату нет ты поднял стоимость своего продукта да то есть начал больше зарабатывать но в это же время твой продукт стал кому-то дороже людям уже то есть либо меньше начали покупать либо им нужно откуда-то брать дополнительные деньги либо опять же просить больше зарплату своего работодателя то есть все равно как ни крути какие бы не были вроде бы положительные причины роста цены на продукт это так или иначе влечет с собой негативные факторы до идеальном идеальный мир это когда все получают стабильную зарплату все продукты стабильно стоят конкуренция вроде бы ровная все но так не бывает потому что кто-то где-то к чему-то стремится кто-то где-то что-то делает и кого-то получается кого-то нет и это факторы идут что так иначе это все и перекрашивается и поэтому получается эти наши циклический фактор да когда рост экономики падение да понимаешь тут такая логическая головоломка что стало причиной каким образом государство влияет именно на работу фирмы самый вот механизм который дан государству правительству руководству страны как чтобы влиять на бизнес мы сейчас не говорим о репрессивных методах и полиции но контроль маркета самый-самый первый 22 даже даже два варианта два инструмента на которые имеют одно начало одну природу вот как государство будет влиять на на бизнес ты в этом же не говорил вспомни регионально гранты давать это уже это единичные а что что такое гранты это что что такое грант это что ты сказал то есть государство как влияет на на бизнес что у нас есть это помнишь есть это формулировка уровень чего ставка level of production interest rate ну ладно что такое interest rate уровень как бы заинтересованности олег давай ты так хорошо отвечал сейчас примерно на лодку отвечу ну ты болешь но это ключевое но мы с тобой разбирали что такое interest помнишь мы с тобой говорили это 100 процент чего это процент за пользование чем услугами сейчас начнешь тогда мы чем-то вы говорим процент за пользование мы о чем говорим вообще только что мы говорим о чем о кредите интерес трейд это что такое то процент за что за кредит за пользу это interest rate это ставка кредитования то есть то что государство выставляет государство выставило ставку пять процентов за пользование кредитом и тогда а все коммерческие банки привязывают свою ставку к этой ставке государственной. То есть государство выставило ставку 5% за пользование кредитом, а коммерческие банки, допустим, ставят 5% государственная ставка плюс 1, государственная ставка плюс 2. То есть по закону они должны привязать к себе государству. Зачем это делать? Чтобы государство что имело? Какую возможность? Контролировать. Контролировать. Каким образом? Провышать или занижать все. Молодец! Государство, ему не нужно завтра государственному там кому-то чиновнику звонить в каждый банк. Слышь, там, капитал инвест, снижай ставку, там, слышь, там, строй инвест, поднижай, 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 они с ума, они бы всех не обзвонили, да? А у них это очень просто. Они бум, ставку подняли, а все коммерческие банки, все ставки привязаны к ней. Понимаешь? То есть они имеют возможность вот этим всем миром руководить. Да? Молодец! И что еще? Это вот это, и что еще? Это, 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 можно сказать, ну, скажем так, они равносильные. Еще какой есть инструмент? Тоже очень, очень деятельный. Ты его тоже называл? Сегодня. И сегодня? Да. Ты думай, ты начинаешь выключаться. Ты очень хорошо начал. Что еще? Кредиты волнуют предпринимателя, и что еще? Кого волнуют? Предпринимателя, бизнесмен. Кредиты и? Гранты. Гранты не волнуют, гранты радуют. Что волнует еще? Таксы. Таксы, налоги. Видишь, молодец. И государство каким образом играет этим инструментом? Ну, повышает, понижает налоги. Вот. И государство имеет два рычага. Процентная ставка. Если они ее поднимут вверх, кредиты станут дороже, люди не смогут покупать. То есть, таким образом они что будут? Снижать? Если кредитная ставка... Сайм? Снижать? Нет. Что? Наше страшное слово. Инфрофрессы. Нет, инфрофрессы они подняли. Они тем образом, что снижают на рынке инфляцию? Помнишь, что инфляция это обесценивание денег. То есть, обесценивание денег каким образом идет? Что денег становится много, да? А что значит денег стало много? Ты же не нарисовал. Что значит денег много? Денег много. Что значит их много? Не понял. Что значит денег много? У кого? Ну, в экономике. На рынке. Много денег. Это что значит? Об этом говоришь. Не всегда. Есть куда их. Денег должно быть в меру. Много это плохо. Ну, имеется в виду в экономике, на рынке. Что значит много денег? Сама фраза. Много денег. Ну, что это значит на рынке много денег? Помнишь мне с тобой говорить? Там флоу еще большой. Ты гадаешь, что это значит, что их легко достать? А что значит деньги легко достать? Значит легко устроить что-то. Сетап. Не-не. Что значит деньги легко достать? А для кого это легко достать? Для бизнесов. Ну, значит бизнес легче будет за налоги расплачиваться. Что значит сама фраза, что деньги есть в доступе открытом, что деньги легко достать? Что это значит? Легко. Ну, ты тему теряешь. Мы с тобой не отошли от темы кредита. Что значит деньги легко взять? это что правильно то есть а почему кредит легко взять и все берут не налога что интерстрейт привык к этому слову interest rate низкий правильно то есть на рынке много денег когда их легко взять то есть бизнес может пойти по низкому interest rate взять себе денег а когда денег много это что значит деньгами происходит они сами по себе что обесценивать то есть что растет инфляция и как государство может снизить инфляцию ну цепочку что с кредитами сделать думай логично думай повысить повысить так вы сделали понизить повысить то есть повышают цену за использование кредитами interest rate что становится сразу повысили цену повысили interest rate отдавать либо отдавать либо не брать до отдают не берут значит чего становится меньше и становится меньше самих денег да и становится меньше денег вы знаете что что сами деньги не что с ними происходит и чего-то мало она становится наоборот если мало топ наоборот каким становится дороже если чего-то мало но дороже ты ты будешь ценить последнюю каплю воды или если у тебя стоит сзади ящик вот воды за за спиной ты что будешь ценить одну бутылку или там те я а если останется последняя ты два раза подумаешь там помыть ей эту посуду или все-таки оставить и выпить да а если придет она деньги если денег мало что начать их стоимость возрасте раз стоимость денег растет что снижается нет что снижается инфляция то есть ты понимаешь как у нас все с тобой связано в этой жизни на самом деле это как дети город как в банке вот этих нескольких живых существ которые никуда не деваются одно становится меньше другой занимает его место то начинает снижаться то вырастает и вот так вот так вот то есть она со настолько связано что что ну диву даешься на самом деле вот она все очень логично если знаешь как это и как это как это объяснить то есть по большому счету нужно как с этим клубком найти конец и ты размотаешь весь клубок от чего началось его папа пошло через месяц там уже какие-то глобальные изменения в стране а на самом деле началось с этого и с какого-то такого же вроде бы незначительного движения с государства этот весь клубок начинает обмапаться в другую сторону понимать понимать мы к этому очень много раз вернемся я тебя прошу ты свободное от работы время когда тебе есть желание подумать об экономике подумал в этом момент как это все связано точно так же с налогами государства то есть налоги то что такое главное что главный налог это что главное говоришь налоги это сразу в голову приходится что ты плакать это не налог это коммунальный ну это это плата за это плата за этой энергии за интернете коммунального что говорит еще так именно когда слово говорится такс и бизнес подразумеваешь спаду с чего кредит это это interest rate ты платишь интерес такс бизнес подразумеваем что чего плачу чего бизнесмен платит с банка понятно она банки откуда взялись деньги потому что это профит профит бинго слышишь слово бизнес подразумеваешь профит прибыль подразумеваешь прибыль сразу думаешь сколько случится плачусь него налогов даже не так слышишь бизнес думаешь кредит можно начать кредит бизнес нужно взять кредит слышишь кредит думаешь interest rate сколько и будут за него платить. Пошел у тебя бизнес, думаешь о прибыли. Получил прибыль, думаешь, сколько я налогов заплачу. То есть такие вещи, которые между собой просто спаяны. Понимаешь? Серьезный бизнес не сделаешь без кредита. Может ты сделаешь, но будешь его всю жизнь делать. Если говорить о какой-то глобальном бизнесе, без кредита никуда не денешься. Кредит без interest rate не бывает. Разве тебе папа что, одолжить? Все равно. Если ты хочешь сделать бизнес по-настоящему, ты пойдешь в банк, а банк нужно платить interest rate. Начал зарабатывать бизнес с прибыль. Хочешь, не хочешь, надо платить за него налоги, да? Разве что можно в Панаму перевезти, но все равно рано или поздно тебя поймают. Да? Слышал вас последний новый? Смотри, как ты за новостями не следишь. Я не смотрел сегодня. Я просто не спущу. Это уже не сегодня, но тем не менее. Это не стоит вас. Скажи, выпью чай, это что, мне аж. Горно заложило. То есть, налоги тоже это инструмент государства, да? Каким образом государство будет управлять инфляцией за счет налогов? По аналогии с interest rate мне объясни. Начинаем с того, что такое инфляция? Опять же, то же самое налоги, налоги точно так же, только там были interest rate, а здесь налог. Олег, ты отключился. Что такое инфляция? На рынке много чего. Давай, что такое инфляция? Это, 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 это... Что такое инфляция? Превышение цены за материалы. На продукт. А с точки зрения денег, что такое инфляция? Превышение, ну, когда обесцениваются деньги. Обесцениваются деньги. Деньги когда обесцениваются? Когда их? Когда их много. Когда их много. То есть, инфляция может сказать, что там на рынке много денег, да? Угу. Как государство легальным путем может понизить количество денег на рынке? Ну, как вообще их можно понизить? Как можно, давай так, как можно, в принципе, как можно понизить количество чего-то где-то? Что ж, ну, вообще, не важно что. То есть, его нужно что взять и... Ну, нет, чего бы либо. Если у тебя чего-то слишком много, нужно его часть отобрать, да? Забрать. Вытянуть. Если на рынке много денег, как государство возьмет и заберет в людей деньги? То есть, мы говорим сейчас о легальных способах. Никаких репрессий. Каким образом государство может извлечь из оборота деньги? Повысить цену за налоги. Ну, нет, налоги не бесценные. То есть, повысить сами налоги. Повысить сами налоги, да. То есть, как государство борется с инфляцией? Увышает просто налоги. Увышает налоги, и ты начинаешь больше платить свои прибыли, деньги потихонечку из рынка уходят. Да? Так. И как наоборот, чтобы увеличить денежный оборот, государство что делает? Понижает. Понижает налоги. То есть, ты должен думать. То есть, налог, на самом деле, многие люди, слово налог, рассматривают какое-то зло. Да, это зло с одной стороны. Как бы с точки зрения человека, который за них работает. Но с другой стороны, это инструмент государства. Если государство правовое, если все нормально работает, в принципе, все логично объясняется. Понимаешь? Думай. В свободное отработа время, кредит, interest rate, прибыль, налог. И каким образом оно вместе связано, и каким образом государство это использует, чтобы само себя регулировать. Да. Так, я по тебе вижу, что я начал уставать. Это плохо. Так, давай мы последнюю тему сейчас. Мне понравился разговор сейчас. Ты вот... Ну нормально. Мне нравится, когда ты начинаешь говорить думаешь. Это очень хорошо. Ну давайте. У нас еще 10 минут есть. Это же так. Как законы еще... Помнишь, мы с тобой разговаривали о legislation? Влиянии legislation на бизнес. Как законы? Как законы? Думай, думай. Нет, закрой книжку. Закрой книжку. Это как калферсейфти полный. Думай еще. Нет, да правда. Мы сейчас вместе с вами. Олег, я вижу, ты уже не здесь. То есть государство влияет экономическими факторами, да? Прямыми. Государство налоги подняло-спустило. То есть подняло-пустило. То есть подняло-пустило. А есть еще законы, которые можно принять так, чтобы повлиять на бизнес. Какие? Нет, это правда. Калферсейфти. Калферсейфти. Ну вообще, правда, ничего. И будешь большой молодец. Давай, давай, давай. Я правда даже логически не могу вспомнить. Ты тем самым словом, что я не могу, ты выключаешь свой мод. Нет, я все, что вспомнил, это то, как калферсейфти я помнил на протяжении всего времени. Так, ты еще молодец. А еще? Да, ну ладно, подумай, месть. Когда фирма начинает становиться очень-очень большой. А, ну когда он маркет контролирует. Вот, ну вот, вот. И что государство делать с ним? Какой? Ну, как-то, ну чтобы не он, не знаю, 50% фрейка, она как-то другим бизнесом что-то распределяет. Ну, логичнее, скажи. То есть, если фирма начинает становиться очень большой, она начинает контролировать рынок. То есть, начинает, грубо говоря, какие бы люди не были хорошими, они не так или иначе начинают эксплуатировать этот рынок. То есть, диктовать свои не всегда дружественные законы. Ну, рынка. То есть, свои повышать цены и так далее. Что государство делать с такой фирмой? Последний ответ. Закрывает. Не закрывает. А что делает? Повышает налоги. Как неналоги. Что с такой фирмой делает? Обружает. Ну, почти. Что делает с такой фирмой? Делит ее. Точно. Это называется competition policy. То есть, должны быть у всех равные правила конкурентные. То есть, если фирма вырастает слишком большой, государство заставляет, что фирма продала часть своих активов. Либо как-то разделилась и так далее. Чтобы не было, чтобы не было монополий. Монополий. Помнишь? Все. Давай. Тогда, значит, мы инфляцию свою сегодня поговорили. На следующий раз. Олег, смотри. Мы сейчас до сих пор повторяем прошлые три месяца. В следующий раз вот эти legislation мне все почитай, да? Обязательно. И external influences. И judging process. Помнишь, мы с тобой разбирали? Да. Вот эту диаграмму Google, там Explorer, Firefox. Вот, 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 вот. Ну, чтобы мы с тобой разбирали, для кого что. Для кого что прибыль, для кого что market share и так далее. То есть, да? Давай так, чтобы мы следующий раз уже с тобой закрыли эти вопросы и начали на новые темы брать. Сегодня молодец, сегодня нормально. И по математике, на что должен мне посмотреть? Практики, стем, лифт на экран и выделение столбика. И умножение. Потому что я назову. Все, молодец. Все, давай. Все. Завтра созвану вас по телефону. В среду будем говорить. Все, давай. Пока. До свидания. Ну, вот так. У него сейчас новая тактика, я смотрю. То есть, он явно готовится к уроку, но готовится, ну, крайне мере, к нынешнему уроку. То есть, он готовится непосредственно перед своим уроком. Что-то прочитал, он хорошо-то знает. И вот только мы доходим до этого грани, докуда он дочитал, он начинает плавать. Но, тем не менее, что-то да и помнит. Так что мы продолжаем работать. Главное, действительно, вот это вот разобраться с самими основами. И все будет хорошо. В принципе, работаем. Вам спасибо, что нас смотрите. Ставьте нам лайк и подписывайтесь на наш канал. У нас впереди еще много-много разных приключений. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok